всем привет на моем канале я сегодня гуляю у меня вот такой вот напиток это экспресса с тоником я вообще люблю в этой кофейне кофе с апельсиновым соком вот именно кофе вей вот и сегодня я хочу снять болтологическое видео на тему неудачных свиданий никак не могу найти местечко куда мне сесть смотрюсь я здесь недалеко вроде как парк должен быть вот так пока не нашла места впрочем начну снимать здесь значит у меня две истории сегодня видео будет не очень длинная потому что длинные видео когда снимаю по 20 по 30 минут они почему грусть целую неделю вот и значит первая история общения и неудачные свидания это мне было где-то 20 лет вот 21 где-то так работал я продавщицей в магазине одежды и значит тогда был сайт вконтакте сейчас он тоже есть ко мне добавился молодой человек у него были фотографии в принципе он выглядел много было фотографий на которых он выглядел достаточно нормально мужественно то есть такое крепкого телосложения и завязался на с ним переписка там какие-то знаете ну расскажи о себе не расскажи о себе вот кто-то по гороскопу кофе кстати не очень вкусный с апельсиновым соком намного вкуснее вот и значит мы с ним договорились встретиться то есть какая-то была у нас с ним переписка продолжительная да и все-таки мы решили встретиться на набережной давай встретимся и чтобы вы понимали я так как я живу в селе мне нужно было доехать до города не обращай внимание мой внешний вид сегодня очень жарко вот мне нужно было доехать до города да и дойти до этой набережной и я решил ладно поеду я тогда была молоденькая такая девочка сейчас конечно я бы не поехал никуда я доезжаю и в общем приходит на встречу молодой человек вот чтобы вы понимали вот у меня рост 170 а у него рост наверное где-то метр пятьдесят вот я знаете не подала виду я такая тогда еще была такая воспитанная девочка все то есть не дала не показал ему лицом какое-то удивление или что и значит мы с ним как-то разговорились и в общем впечатление а о нем совершенно изменилось человек который показал себя в социальных сетях то есть он казался таким но более-менее адекватным до серьезным таким нормальным пацаном оказалось что он вообще какой-то темный тем тем щек как говорят вот это слово тем щек до современное и вообще непонятно чем он занимается вот в процессе вообще общения я вот вспоминаю он не смотрел мне в глаза никогда не смотрел глаза и в общем наше вот общение прошло где-то наверное минут 20 мы с ним так вот про про говорили про болтали проходили при этом человек как будто бы знаете от меня как будто бы убегал то есть есть такие вот мужчины которые всегда идут впереди женщины то есть этой в парах и в семьях такой есть я как будто бы должна за ним бегать и в общем минут через двадцать после общения он не сказал что ему пора бежать вот у него какие-то дела ему пора бежать и молодой человек вообще скрылся в неизвестном направлении я ну ладно то есть можете себе представить я собралась то есть я помню я дело белые джинсы у меня были такие такая водолазка я тогда была по стране молода свежа красиво вот такая водолазка у меня была полосатая с микки маусом какие-то кроссовочки и я в общем приехала в город то есть на встречу помню дошла до этой набережной чтобы человек 20 минут мне втирал какую-то вообще ерунду то есть и потом он вообще убежал скрылся вообще в неизвестном направлении ну и в принципе потом учета там каким пару сообщений с ним обмолвились и все то есть на этом наше общение закончилось а потом я вообще его увидела в сводках знаете вот как вот есть группы разные у каждого города своя группа там вот такой молодой человек там что за то 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 сделал то девушка кто то 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 сделать знаете такие вот провинциальные новости я в общем смотрю этот молодой человек там что-то украл кого-то или что-то вот такой вот в общем я думаю обалдеть а я с ним на свидание ходила вот такая вот первая история сейчас расскажу вам вторую историю без свидания просто такое нелепое общение такое нелепое общение которое оборвалось вообще внезапно закончилась даже смешно вторая история рассказываю значит дело было мне было уже 24 года то есть такая уже была взросленькая девочка и значит у меня была в жизни такая история я ездила в гости к своей двоюродной сестре очень далеко владивосток я уезжала на год вот я там и работала в детском центре то есть такая у меня была интересная история сестра была очень общительна у нее были друзья подруги которые собирались не такой дом там был все терраса собирались там надо приезжали мы там курили кальян то есть такая обстановка общительная была и там был в общем такой молодой человек не приезжал иногда который уже достаточно взрослый то есть он работал по моему повара в каком-то ресторане тогда работал поваром и он прям такой нормальный в принципе парень но мы с ним не общались то есть не пересекались никакого то семьи они общались с сестру все я просто мило сидела там общалась с какими-то девочками там была девочка настя то есть все и мы как бы сидели отдыхали все смеялись и он как бы особо не проявлялся ко мне то есть ничего такого не было вот через год я уезжаю вот и в принципе возвращаясь тамбов и получается так что то есть тишина тишина то есть как бы он не не писал мы с ним и вообще то есть по сути не знакомились даже то есть нас привет привет это лена это денис это друг алены все то есть вот так это все было вот и прошло наверно где-то полгода он мне начал в общем писать не знаю кто ему в общем дал номер а наверно сестра дала номер я уже точно не вспомню как это хронология вот этих событий и он мне значит такое говорит вот я типа ищу себе девушку а мне нужна серьезная девушка все то есть для жены все такое в общем такие хорошие слова хорошие намерения и по-моему мне сказал что он у сестры спросил телефон вот она дала номер то есть и знаете я такая девочка была то есть ну пишет и пишет то есть я как бы не рискал не рисковатая была и сейчас вот я например если там мне пишет какой-то человек да то есть общение общение дальше я там выясняю что ты хочешь просто так мужчина никогда не пишет и он не значит начал типа приезжай в гости к алене приезжай в гости к алене все то есть приезжай в гости начал созывать ну ты попроси и пусть она тебе позовет в гости я такая говорю слушай я денис я девочка небе я девочка бедная то есть у меня нет таких возможностей разъезжать то есть я к ней съездила в гости то есть у меня нет возможности разъезжать через полгода опять ехать в владивосток это достаточно дорогостоящая процедура да тогда был какой год 18 17 год по моему 18 я говорю это достаточно дорого билет с москвы до владивостока 100 стоит если ехать например внезапно да допустим нужно то он может стоить очень дорого и 30 и 40 и 50 тысяч если только заранее ехать там можно его там купить за 15 тысяч до 13 тысяч такие вот у нас цены вот плюс еще я такая говорю ну зачем ты меня зашли мы типа с тобой пообщаемся типа и он меня вот так вот окучивал окучивал поняли да чтобы я поехал к нему в гости я ему так вот прямым текстом так и говорю на суши это очень дорого как бы вот это все вот ехать вот и что в итоге он не звонил он не звонил там и по ватсапу все как бы такое вот не могла я его пока послать а вот и значит он говорит ну хорошо я тогда накоплю и к тебе приеду я вот про себя думаю вот он приедет и что я должна сделать да то есть человек приедет издалека что я должна сделать я буду должна буду его выгуливать зачем он приедет да то есть вот этот непонятно такая вот история то есть и зачем у меня туда созывает то есть неужели там нет каких-то девушек то есть рядом почему то есть какая тут такая история и в общем он мне писал 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 и общение закончилась достаточно внезапно он просто спросил у меня в долг 6000 вот представьте вот то есть взрослый мужчина до просит у де у 24 летней девушки в долг который он видел там пару-тройку раз который живет там за 10 тысяч километров долг то есть это такое вот знаете абсурд вот и я знаете такая но я помягче раньше была то есть я говорю слушай но у меня нет таких денег я не могу тебе их дать естественно я и не собиралась ему ничего давать вот и вот можете себе представить общение закончилась все больше мне никогда не писал больше мне никогда то есть не звонил не знаю может быть он обиделся или что тут какие-то голуби кто тут здесь гуляет непонятно все вот такие вот женихи непонятно зачем он меня туда созывал я еще знаете такая сестре тоже звонил я говорю слушай яр ты его лучше знаешь я равно чего вообще от меня хочет там понятно что я не поеду никуда то есть и очевидно что он не доедет но он чего вообще хочет и и знаете вот как говорят вроде и может и родной человек да и при этом то есть она не говорит что он не обидит тебя он хороший то есть но я считаю вообще вот в этих во всех ситуациях и случаях да то есть это понятно ситуация такая что можно было вопрос послать заблокировать но я всегда считаю что вот в этих во всех моментах всегда нужно доверять своему внутреннему зверю своей интуиции да то есть что этот человек сейчас от меня хочет зачем он вообще-то и зачем он меня звал туда то есть не какой-то узнаете бесполезный трёп да то есть я всегда вот как бы иногда конечно я ее не слышу интуицию я считаю что она никогда не обманывает и и всегда нужно слышать и понедельник и воспринимать как сейчас ее всегда нужно слышать и воспринимать как голос бога вот у вас в голове да ваши вот это ваш голос бога да которого вам не желает зла то есть нам могут люди вот опять же вот даже взять вот слова сестры слушай но он не обидит то есть да или какая-то даже там вы там у вас есть какие-то сомнения там идти с этим человеком на свидание там не идти да вот как я поехала с этим мальчиком то есть он меня вызвал да я доехал до гордо я потратился на дорогу а он сейчас не невозможно они не разъедутся а он через 20 минут там через 30 минут сбежал куда-то да то есть чтобы не тратить вот временно вот эти вот встречи вот бесполезные да понятно все равно а их у в каждой жизни их много бывает у каждой девчонки такие истории то есть в общем такая вот история вот странное свидание странное общение да такой вроде казалось бы взрослые молодой человек почему он за них решил спросить у меня то есть деньги то есть как ну а понятно вось прокатит или нет вот но тоже там ну ты чё не можешь у своих друзей спросить чё не можешь у своих родственников спросить ты спрашиваешь и девчонки у которой то есть живет там непонятно где и вообще почему эти должны денег занимать такой абсурд вообще и с ним тоже в плане таком я тоже общалась потом сестрой она мне такая знаете говорит он типа женился у него родился ребенок ну ты типа не переживай что то есть ну тоже люди несут я просто строй тоже не общаюсь уже очень давно вот люди несут тут и порой такую пургу поэтому всегда доверяйте своему внутреннему зверю вы всегда знаете лучше с кем вам общаться кого кого с кем вам куда пойти кого вам извините обнять кого нахер послать вот так вот я скажу вот такая вот история у меня выходной вот допивая кофеек еще поеду я домой завтра мне на работу в июне я в отпуск будут влоги будут разные видео так что будет весело вот интересно всех обнимаю всем огромное спасибо за те комментарии которые вы пишете за эти добрые слова я очень вам благодарна то есть я за вот это вот за вот этот год который я занимаюсь блогерством я получил столько вообще комплиментов столько слов в поддержке мне кажется я за всю жизнь столько не получала таких вот приятных одушевляющих слов спасибо вам за это большое все целую обнимаю и всем пока пока до новых встреч